Гений эпохи Возрождения писал шифровки по-армянски. Пять столетий ученые ломают голову над тайнами великого Леонардо да Винчи. Титан оставил потомкам львиную долю своего письменного наследия в зашифрованном виде. Почти все расшифровано и переведено на многие языки. Но код к таинственным записям на некоторых картинах и ранних рисунках Леонардо ученые так и не подобрали. Художница Армения Хачатрян, умеющая одновременно писать обеими руками и при этом выводить буквы в зеркальном отображении, как это делал Леонардо, утверждает, что разгадала тайну своего кумира. Армения еще ребенком могла часами неотрывно смотреть на репродукции картин да Винчи и уже тогда видела то, чего не видели другие. «Папа, гляди, и тут внизу по-армянски написано. Однажды сказала дочка отцу, показывая иностранные иероглифы под рисунком». «Что ты выдумываешь?» «Не поверил папа, хотя все знали, что Армения может разглядеть мельчайшие детали на заинтересовавшем ее предмете». «Вещи сон. Мне 47 лет, глаза уже немного ослабли», — говорит Армения. «Но я все еще вижу так, как люди, смотрящие в бинокль с десятикратным приближением. Если мне нужно рассмотреть что-то очень мелкое, то я как бы переворачиваю свой бинокль, удаляя предмет на расстояние, позволяющее мне рассматривать его поверхность микрон за микроном». Ребенком я думала, что все видят так. Армения окончила Армянский педагогический институт, факультет изобразительного искусства. Несколько лет работала учителем рисования. Но потом вместе с мужем и детьми покинула родину и перебралась в Липецк. Тут уж было недорисование. Армения организовала фирму по продаже спецодежды. «Мне некогда было отвлечься даже на телевизор. Засыпала, представляя любимой репродукции. Вдруг мне приснился Леонардо. Он стал убеждать снова взяться за кисти и научиться писать двумя руками одновременно», — рассказывает Армения. «Сон не давал покоя. Судьба будто вела меня к важному открытию. Тайна сердца. В тот день, семь лет назад, Армения помчалась в книжный магазин. На полке стояла книга Леонардо да Винчи. Я наугад открыла ее на странице с рисунком «Сердце». Вгляделась в репродукцию и оффнула «Вспоминает Армения». Я отчетливо увидела в том месте, где изображено сердце, древнеармянские буквы. Их графика уникальна, хотя отдельные ее элементы уже использовались в разных системах письма, арамейско-пехлевийской, сирийской, эфиопской, греческой. Армения купила книгу и помчалась домой. Обложившись справочниками, она начала читать надпись в углу репродукции. На лбу горы Масис страны муж слышал, я что турки кастрировали маминых сестер. Все записи были почему-то вверх ногами. Это небессмысленный набор слов, предположила Армения. На рисунке Лернардо изобразил не просто человеческое сердце в двух вариантах, как многие думают, а гору Масис теперь Рарат, две вершины которой, по легенде, напоминают два сердца взрослого и ребенка. Записи перевернуты, чтобы подчеркнуть, они велись от имени ребенка, передающего услышанное. Справочники подтвердили ее догадку. Исследователи творчества да Винчи утверждали, что незаконнорожденный сын нотариуса и крестьянки Катерины провел с матерью только пять лет, а потом его у нее отобрали. Тоскуя по ней всю жизнь, он пытался воссоздать ее образ на многих ранних рисунках и знаменитых полотнах. В то время, когда Лернардо рисовал свое сердце, Османская империя напала на Армению, которая сотни лет с короткими перерывами была ареной турецко-персидских войн. Об их ужасах, видимо, и хотел сказать да Винчи потомкам. О своем открытии Армении рассказывать никому не стало, решив, что оно, наверное, было уже сделано кем-то до нее. Слишком легко, как ей казалось, читается запись. Стеснительная Джаконда. Спустя несколько месяцев я увидела по телевизору, как английская королева купила картину да Винчи «Ребенок в утробе матери», продолжает Армине. И вдруг ведущий говорит, жаль, никто не знает, что написано рядом с рисунком. Я удивилась. Как же так, ведь здесь ясно написано. Пишу в страхе, чтобы мать не увидела. Армине решила поделиться своими догадками со специалистами и обратилась к знаменитому армянисту Нерсе Сумкарчану. Из-за проблем со зрением профессор не смог самостоятельно разглядеть записи да Винчи даже под лупой, и тогда Армине воспроизвела ему текст. Это действительно армянский язык XII века, заключил профессор. Армине недоумевало, почему никто не раскрыл код да Винчи. Родные тоже терялись в догадках, как Армине удалось расшифровать таинственные записи да Винчи, в которых ученые видели лишь беспорядочный набор странных букв. Пытаясь объяснить им, как она складывает их в предложения, липецкая художница выявила еще одну особенность своего зрения. Все оказалось просто. Известно, что многие свои записи на латыни Леонардо шифровал с помощью зеркал, объясняет Армине. Я же выросла перед зеркалом. В родительском доме стоял трильяж, за ним я делала уроки, рисовала, наблюдала за взрослыми. Оказывается, мои глаза за это время приспособились читать не только слева направо, но и справа налево, а также вверх ногами. Вдобавок, последние годы я наловчилась писать так, как велел мне во сне Леонардо. Эти навыки, фотографическая память и врожденные особенности позволили Хачатрян сразу выхватывать взглядом однокоренные слова, знакомые по уже расшифрованным ее записям, и читать их. Даже если какие-то буквы в слове художник написал небрежно. Недавно Армине сделала сенсационное открытие, расшифровала по репродукции надписи на Монелизе. На лбу Джаконды художник написал по-армянски «стеснительное», а в углу картины «извини», «крикунья». Видимо, стремясь запечатлеть момент появления улыбки на лице застенчивой девушки, да Винчи прибегал к различным уловкам. Мог, к примеру, ущипнуть натурщицу, заставляя ее смущаться. А потом увековечил свои извинения, намекая потомкам, как рождался образ Джаконды. Си молоком матери. Почему итальянский художник в XVI веке писал на армянском XII века, Армине объясняет так, думаю, армянский язык Леонардо впитал с молоком матери. Это было все, что осталось ему от нее после того, как отец увез его во Флоренцию. Именно в XII веке была заключена уния между римско-католической и армянской церквами. В результате в Армении произошел религиозный раскол. Многие армяне покинули родину и уехали в Европу. Осев там, они не приняли изменения, которые произошли в армянском языке, и передавали потомкам свой родной язык и письменность в неизмененном виде. Армине нашла еще одно доказательство армянских корней Леонардо да Винчи. В одной из записей Леонардо указывает «я вачес». В переводе с армянского это означает «мой сладкий, любимый, хороший». Это имя он мог получить при крещении. А фамилия художника по матери была Лева Сенарде, что значит «Лев великолепный». Армине вычитала все эти секреты в записях самого Леонардо. И готова это доказать. Лепчанка уже написала книгу, которая может стать научной сенсацией. Ей осталось только получить высококачественные фотографии полотен. Кстати, французский исследователь Жан Франк узнал и даже смог повторить ту технику, благодаря которой Джоконда кажется живой. По словам ученого, Леонардо использовал разработанную им технику сфумата. Прием состоит в том, что предметы на картинах не должны иметь четких границ, все должно плавно перетекать одно в другое. Основная сложность этой техники заключается в мельчайших, около четверти миллиметра, мазках, недоступных для распознания. Для написания картины до Винчи потребовалось несколько сотен сеансов. Изображение Джоконды состоит приблизительно из 30 слоев почти прозрачной масляной краски. Для такой ювелирной работы художнику, предполагает Франк, приходилось использовать лупу. Применением столь трудоемкой техники ученый объясняет долгое время работы над портретом почти 4 года.